Дорогие друзья, захватываем эфир вместе с Артёмом, старки старком, я Айкей, Вадим Шабеневич, если что. Привет всем, Артём, как тебе игры? Игры неплохие сегодня, а даже игра Pintanet была довольно-таки интересна. То есть интрига какая-то сохраняется в их играх. Мне понравился свап, вот этот вот, нестандартный. У меня сразу был флэшбэк, когда я был в краудах летом, мы в первой игре пикнули Сона, Люкс и Сион, свапнулись, и на этом, в принципе, наша серия закончилась. Ну, поэтому ты, собственно, сказал мне, когда они играли, что вроде бы всё выглядит хорошо, но на самом деле у Pintanet всё было плохо изначально при этом свапе. Ну, просто игра была, знаешь, не односторонняя, поэтому это выглядело хорошо. То есть шансы были, но там гола на коге был просто слишком хорош. И если бы там был ког, который был бы чуть хуже, чем гола, такой, знаешь, ну вот ког из Валкарда, условно говоря, то там бы Pintanet на самом деле могли игру и выиграть. Ну и не будем, знаешь, о грустном для Pintanet, давай сразу же переноситься в текущий матч, сегодняшний день, а именно, это у нас Cloud9, PSG, Talon. Ну, чего ждёшь от этой игры? Ну, вообще, номинально, если посмотреть по раскладам, по терлистам и так далее, это борьба за четвёртый слот в плей-офф, потому что RNG у нас, ну, 100% выходят, скорее всего. 100% скорее всего. Дамвоны должны быть вторые, третий, по сути, Madlines. И вот между PSG и Cloud9 будет борьба за четвёртый слот. Две игры у них будут друг с другом. Ну, мы учитываем, что они всё-таки должны выиграть у Pintanet, Pintanet должны будут 0-10 быть, и вот тут уже они просто между собой будут решать, кто сможет пройти дальше. Но отличным подспорьем будет, если кто-то из них всё-таки одну карту отжать в топ-3 коллективов, тогда шансы на топ-4 сильно повышаются. И действительно, я тоже думаю, что от этой игры будет зависеть то, продолжит ли Cloud9 свой спидран в аэропорт, либо они захотят претендовать на что-то в этом турнире всё-таки. Потому что к роустерам перейдём, посмотрим, кто нужд замены какие-то, но у Cloud9 замен нет. Fudge, Blubber, Perkz, Zven и Vulkan. Неплохие ребята, но пока что выглядит, как эта команда Perkz и 4, потому что Лука, он Лука хорошо исполняет, а остальные как-то блекло пока что, не впечатляют. Состав PSG Talon. Hanabi, River, Maple, Dog'a и Caving. Не знаю, игры Cloud9 пока как-то грустновато смотреть. Проигрываются и там игры на Крабах, на драфтах пытаются что-то подчизить. Там сегодняшний вот этот драфт был с двумя утилити через Карму Лулу, через Люциана. Неплохая на самом деле игра была. В теории можно было её побеждать, но там просто Сена заутскейлила весь сетап и уже особо ничего сделать не могли. Мне кажется, Cloud9 нужно перестать придумывать велосипед. То они выкатывают какую-то Kindred на мид, который как бы, да, там, я читал ЛС при этом, говорил, что Kindred вроде как неплохой флекс на три роли, все дела, но вчерашний Kindred абсолютно не впечатлило. Блабера Rumble не пошёл, проиграли опять игру 3 на 3 просто на Крабе. Сегодня придумали вот этот сетап с утилити, который вроде как на бумаге тоже неплох, но реализовать его не смогли. Мне кажется, нужно возвращаться к каким-то стандартам, просто пикать свой комфорт. И за счёт мастерства своих игроков, учитывая, что Перкович всё-таки лучший мидлайнер на MSI, как он говорит, переигрывает Алла. Ну и знаешь, в групповом этапе, вот в последний день группового этапа, в принципе, так и было. То есть мы видели, как Лука играл на Йоне, неплохо получалось у него, аутклассил практически всю вражескую команду и сиял настолько ярко, что, казалось бы, он играет в соло эту игру и ему никто не мешает победить, в принципе. А вот эти эксперименты, они в принципе, да, выглядят неплохо номинально на бумаге. Кажется, что команда должна выиграть, но если такой драфт не исполнять хорошо, то есть без ошибок, вы проигрываете, скорее всего. В принципе, ЛС в своих терлистах об этом и говорит, то есть он составляет терлисты, говорит, вот ГП хороший персонаж. Если у тебя не получилось, значит, ты плохой гангпланк, ты плохо сыграл, у тебя были ошибки. Могут ли команды играть без ошибок? Скорее всего, нет. Поэтому эти терлисты, они не всегда рабочие. Я прям буквально вчера ночью смотрел этот видос с терлистами ЛС, когда он в основном здесь сам делал. Там, конечно, интересные персонажи были. Мне нравилось, когда он смотрит на где-нибудь персонажей, типа той же Кармы Лулу, и говорит, ну, возьмем их, может быть, кто-то сыграет. Но у нас, по сути, там, 50% персонажей, которые действуют в терлистах, ни разу не будут пикнуты на MSI. И какие предикты на этот матч, Артем? Да, посмотрим, кто на что поставил. Я лично за Cloud9 топлю в этой встрече, но вот Зак и, собственно, ты за PSG. О чем ты так думаешь? Блин, проценты добавили, теперь видно небольшой позор. 64 как-то... Слушай, у меня вообще 60... Ты погорел на патриотизме, скажем так. Патриот? Нет, вообще, я удивлен, что Матер на Cloud9 поставил. Мне кажется, что PSG именно на бумаге посильнее. А Вандер сегодня на Cloud9 ставил и в матче против РНЖ. Так что я не люблю. Окей, Вандер какой-то фан-бойной внезапно стал. А я тоже, кстати, ставил на Cloud9, я еще потом удивился. Ты фан-бойной, у тебя Иолы уехали, а у тебя следующий XF9. Сейчас XF9 тоже в аэропорт отправится. Я выбираю команду, которая едет в аэропорт. Ну, пока что выглядит так. То есть XF9 слишком нестабильно играют, действительно. Мы не можем говорить о том, что есть дамбон, который, условно говоря, против РНЖ выглядит не так хорошо, как против других коллективов. Однако база видна. То есть то, что они могут исправить ошибки, то, что они могут не фейс-чекать кусты на драконах, это исправляется. То, что Cloud9 то с драфтами где-то подтроллят, то куда-то зайдут фейс-чекнут, это не так легко пофиксить. И вот этот матч действительно решающий. То есть от него будет зависеть. Да, один из решающих. Потому что все-таки у нас две встречи друг с другом у команды должно быть. То есть еще одна игра на других сайдах, скорее всего. Поэтому я не знаю. Мне кажется, что если XF9 все-таки реально не будут ничего придумывать, возьмут свой комфорт, сыграют вокруг Перкса. Хотя они как бы и пытались сегодня играть вокруг Перкса. Но при этом, вспоминая вчерашний день, вспоминая сегодняшний день, они посадили Фаджа на его не самых комфортных персонажей. Учит, несмотря на то, что Кармой он играл много и в ЛССе, сегодняшняя Карма была не самая лучшая от него. Вчерашнего Мальфита просто забудили, когда его на пятый пик забирают Мальфита, и сам стакается три пачки, и его просто сразу же дайвят на третьей минуте. По сути, там уже игра для Фаджа была немножечко закончена. Несмотря на то, что они потом смогли развернуть драку, там Мальфит неплохо находил голу, и в целом казалось, что у X9 опять какие-то попытки выиграть игру против топ-команд присутствуют. Чего-то им не хватает. Это знаешь, вот эти сетапы, в которых мало персонажей, которые наносит урон, они все на исполнение. То есть Люциана на сейде закетчили, вам некому дамажить, на барону вы уже не идете, что, собственно, мы видели против РНЖ. Отдаете объект. Такие кетчи, они непозволительны на таком уровне игры. Что думаешь, будут ли играть сейчас против, точнее, на Перкса, команда его, либо они опять будут экспериментировать? Ну, они почти всегда, на самом деле, играют на Перкса, по крайней мере, в этой мете, потому что Перкс у нас играет на Люцианах, на Йоне, на Киндрот, вокруг которой, как бы, в теории, вы тоже должны играть, потому что Киндрот хочет метки и так далее. Они пытались играть вокруг двух Скаттлов вчера, на втором, в принципе, игра закончилась. Поэтому для меня очень важно, чем будет играть Блабер. У Блабера абсолютно не идет этот турнир. И Блабер принес львиную долю поражения своему коллективу, как мне кажется, особенно вот эти вот Скаттлы и так далее. И такое чувство, что у него получается, на самом деле, играть на этом турнире только на Удире. Рамбл не работает, Киндрот не работает для него. Я, знаешь, даже видел много мемов, которые направлены на Блабера сейчас, что команду Cloud9 называют Краб9. То есть, что они контестят на краб, контестят на крабов, и вот эти роковые ошибки, они именно на речке происходят, на лишней агрессии. Перкс сегодня сам в Твиттере назвал Краб9 свою команду, когда писал, что Краб9 сегодня выиграет или что-то типа того. Как бы ребята любят шутить над собой, самоирония присутствует, мемы с Нирой и Репорт все еще идут. Мы, кстати, к драфту потихонечку переносимся. Ну, сразу же переносимся, не потихонечку, прям быстро переносимся в драфт. 0-3 пока что клоуна, не хочется быть 0-4, поэтому нужно драфтить хорошо. В этой игре драфт очень сильно помогает. Гнара сразу же забанили, чтобы и дальше. Ну, проблема с Синайн в том, что Гнара у них нет у Фаджа, и они его всегда блокируют. У них, по сути, минус бан в каждой игре. Против него они играть особо не хотят, учитывая, что у нас много довольно сильных гнаров, то есть и Арму тот же самый, и у Ханабини плохой гнар. Поэтому против, по сути, всех команд им приходится здесь гнар банить. Ну и стандартный бан Ренингтона против Фаджа тоже практически в каждой игре. Видели мы сегодня в первый раз Сену на этом турнире, в первый раз ТФ, видели на зависимый Сай. Поэтому пиков новых много. Увидим ли мы что-то такое? Потому что на Сене, в принципе, могут многие дешники играть. Ну, Сена, правда, 52 бана, по-моему, уже получила на этом турнире. То есть проблема в том, что не команды не могут на ней играть, а в том, что просто не позволяют соперники в основном. И, возможно, здесь опять-таки Сена сейчас улетит в бан. Но если будет открыто, кстати, по-моему, Дога не особо фанат Сены. Я точно не уверен, что он будет на ней играть, но Звен может, да? И Вулкан, в принципе, на танкниче готов поиграть. Банится Сену. Подозревают это ПСЖ, что могут против них выкатить. Правильное решение. Удир для Блабера. Сурспик Удир, да. Я же говорю, у Блабера единственный персонаж, который работает на всем МСА, это Удир. И на самом деле, я думаю, что ПСЖ в теории могут даже забанить им просто Удира в первой фазе. Не дать им этого персонажа, сразу вывести Блабера из зоны комфорта. Но уже первый звоночек для Клауд Найн приятный есть. Удир они для себя получили. Значит, ну, все еще можно флешнуться, конечно, за Краба, но... На Удире это не так страшно. На Удире это не так страшно, потому что чемпион сильный. Можно позволить себе некоторую самовольность. Такие вот флеши на Краба, тебя за это могут не наказать. Фейз Раш присутствует. На Фейз Рашах всегда можно быстро убежать. Моргана забирается. Для Удиры не очень приятный матчап. Нет, Моргана пока нет, он Лисин в итоге отходит. А, Лисин, да-да-да, для Мэйпла. Комфортный флекс на три позиции. И Мэйпл и Ханаби вроде как могут о нем играть, судя по Солуку, и по их аккаунтам. Ну и Ривер, я думаю, тоже исполнить может, если это необходимо. Но все-таки в лесу Лисин очень сильно отстает от того же Удира. Просто потому что пауэр фармета и Лисин намного медленнее, чем у Дир защищает лес. И если у него в Эрли не получится, то он прям сильно отстанет. И просто блайн пик Виктора. Да, вот комфорт, который я говорил. То есть Синайн ничего не придумывают. Берут супер комфорт для Перкса. Сет забирается. Это все еще флекс. Да. То есть Фадж может пойти на топ за сета, и также Вулкан может пойти на саппорта? Ну а топ-плейн сетом у нас на зависимости СА играл только Старскрин, если Сиела. Поэтому я не уверен, насколько этот персонаж сейчас хорош. Знаешь, это на драфте очень хорошо работает, потому что ты забираешь на третий пик сета, и потом потенциально сейчас после банов пассажири будут решать, какого топера им взять. Если это будет, допустим, Сион, то сет просто-напросто отправится против Сиона, у него все хорошо. И если неприятный матчап, пикнут просто топера другого. Вряд ли они будут решать, какого топера им брать, потому что у них лисин флексы все-таки на топ-мид. Я думаю, вероятнее, что они все-таки возьмут для себя саппорта под кайсу, учитывая, что танка саппортов будет много. Даже если четырех забанят, там еще один-два остаются. Но у Тилус, думаю, должен будет в бан улетать с одной стороны точно. Плюс есть тот же самый Алистар. То есть здесь смотря... Тут, знаешь, насколько ты хочешь играть танка саппортов, когда есть потенциал того, что Сетон за флексат на бот. То есть Сет против танка саппортов чувствует себя прекрасно. Он хочет играть такие матчапы. Но на Утилуса банят. Да, то есть Синэнь точно будет банить инициацию. Все-таки есть кайса. Под кайсу всегда приятнее брать какую-то инициацию. Калисто улетает в бан против Звена. Калисто не особо работает, на самом деле, на этом турнире. Очень странный бан. Я думаю, у Звена даже... Но калисто как раз-таки с сетом хороша. Олейн, левел один, левел два. Очень сильный у них на линии. И кайсе будет просто очень тяжело жить. Алистар отправляется в бан. То есть предотвергли себя и от топ-лейн-сета, и от сета. Саппорта. И что у нас остается? Остается потенциально Релл можно взять. Потенциально можно забрать еще, наверное, что? Трэш забанен, Наутилус забанен. Да и с танка саппортов особо и не осталось. Блиц-крон? Прямо жестких пиков. В бан уходит против Кайвинга. Пайк? Нет, Пайка мы точно не увидим здесь. Это троллинг. Скорее всего, Релл какая-то появится. Мне не очень нравится Релл как персонаж сейчас, в текущем мете, потому что это все про инициацию. А Леон еще стало, да. А, ну про Леона забываем. И Леонок прекрасный персонаж. Хорошо заходит. Ког, Лулу сразу же стреляют. Клауд Найн. Все больше и больше это входит в мету. Я ждал, да, я ждал это прямо с самого начала MSI, но команды как-то долго разгонялись, потому что и Ког, и Лулу получали бафы прямо перед MSI. И, в принципе, когда я спрашивал, по-моему, еще у Инви, какие персонажи у нас вообще заходят в мету, не считая там про АП Лесняков, которых он рассказывал, как раз таки сказал, что на боте, в принципе, все то же самое, но только Ког, Лулу можно ждать. И вот сейчас, в этой стадии, как раз таки, мы все больше и больше их видим. И Аккали для Мейпла. Мейпл играл Мейпл вчера против Шоумейкера на Аккали. Шоумейкер был на Сайласе, неплохо стояла линия, но потом в мидгейме у него не пошло, Шоумейкер его просто заутклассил. Ультимейты были прекрасные, хорошие гнары, но здесь другой матчап, тут Виктор, не Сайлас, можно потемповать. Это знаешь, Аккали это не то, чтобы она сильно давит начал игры, ты все равно хочешь на ней поскейлиться немножечко, то есть шестой уровень, это такой первый пауэрспайк твой, когда у тебя появляется ульта, когда ты можешь какое-то давление на карту делать. До шестого левела даже приоритет забирать сложновато, из-за того, что энергии мало, а кушечка стоит очень много. На первом левеле ты можешь только один раз кушку произойти. Но драфт на самом деле интересный, довольно равный получился, как мне кажется, при этом Синайн, конечно, отличен с Келлица, есть Кок Лулу, есть Виктор, эти ребята любят, когда у них появляются слоты, при этом ПСЖ все-таки должны в эрли гейме больше давить, то есть играть и через Кайсу Леона на нижней линии, пытаться с заходом Органы, и через Лиссин и того же самого, то есть обе соло линии хотят драться. Акалий или Син любят выходить на реку, какие-то 2 на 2, 3 на 3 разгонять, поэтому ожидаем все-таки более активную игру от ПСЖ в ранней стадии игры. Синайн, скорее всего, могут дропнуть пару драконов, но при этом, мне кажется, Кок Лулу должны будут забирать приоритет, то есть Кок Лулу будут, скорее всего, запушивать постоянно нижнюю линию, но при этом, если Моргана зайдет как раз-таки к Леоне, то там можно и наказать их за это, то есть все очень сильно упирается опять в ботлейн матчап, как, в принципе, почти в каждой игре в текущей мете ботлейн сейчас слишком важен. И знаешь, я только хотел сказать о том, что вот будет какая-то агрессия на миде, будет агрессия, в принципе, в джангл матчапах, но ботлейн Кок и Лулу, это тоже булящий такой ботлейн, и сразу переходим в игру Клауд Найн ПСЖ, ботлейн интересный, мидлейн фарм матчап поначалу, топ, в принципе, можно посмотреть, то есть сет Лисин, будут постоянно драться, постоянно пытаться забирать приоритет. Тут, конечно, основное внимание на крабов. Ну, для блаберов в каждой игре, в каждой игре внимание на краба, и остальное неважно для тебя, законтестил краба, уже не проиграл, это хорошо. Да, как бы в игре у нас обычно есть три стадии, early, mid, late game, у Клауд Найн добавляется четвертая стадия, краб, а потом уже early, mid, late game, на крабе они просто часто игру проигрывают. Краб перед драконом еще, потом краб перед бароном, это очень тоже важные точки отправные для Клауд Найн. Собственно, вот логотип такой, знаешь, три точечки, это три краба. Первый краб, краб у дракона, краб барон. То есть если Клауд Найн забирает трех крабов, для них это как душа дракона? Для них это все, они победили. Я понял. Так, ну, значит, будем считать крабов в этой игре, сколько из них заберет Блабер. Как только третий краб падает, получается, ставится пауза, и пассажиры выходят из игры, правильно? А, да? Инсталиф. Так, джангл роуд у нас в итоге, ривер начинает с ботсайда. Да, стандартный роуд абсолютно будет, ничего нового придумывать ривер не будет. Тут, знаешь, нужно Блабера что-то сочинять, потому что у Дир в этом матчапе это такой чемпион, который должен что-то форсить, который должен поначалу делать много вещей, первых драконов забирать и, самое важное, крабисов. Все-таки ривер начинает с ботсайда, потому что приоритета на нижней линии как раз-таки не будет, он хочет на верхнюю краба выходить, а Блабер как раз-таки наоборот делает, потому что Маргане все-таки, мне кажется, предпочтительнее начинать с сайда, где красный баф, потому что он может одновременно делать и крагов, и ред баф, и это очень сильно ускоряет зачистку леса для Марганы. Синай начинает немножечко давить, потому что лулушечка работает. Лулувка. Что за скин такой? Это морская лулувка. Нет, у Кока. Жужима. А, это реколор. Не Жужима, а пчелка. Пчелка Кока. Все, понял. Жумау или как он там на русский? Бимов. Фулклир. Оба лесники у нас делают. Особо ждать от них, я думаю, в эрлигейме ничего не нужно, просто, скорее всего, обменяется. Слушай, скатл крабами, ребята. Смотри, там Фадж Лисина прешивает очень сильно, Лисин только крипов не ухать начал. Я думаю, первое ловло Фадж должен давить. Фадж еще и в лес сместился, вард, смотри, какой поставил. Прекрасный, сейчас Ривера увидит, узнает, откуда Ривера стартует. Удир спокойно сможет выйти на нижнего краба, заберет краба и потенциально поддавить. Можно, потому что ХП очень мало, но Леону дайвить это опасно. Опасное решение, плюс Кок Лулу это... Ну, дайвить они не успевают никак, потому что большая пачка застаканной вот уже разбивается в вышку, при том, что Удир делает големов. Да и, в принципе, дайвить сейчас супер рискованно. Это прям будет сочный консист. Надо Фадж аккуратно играть, Моргана подходит в топ-сайт, у него вижена пока что нет никакого. А, ну он видел тут Морган на големах, он знает, что она подходит, но главное вот вовремя отойти, потому что ошибка новичка это такое. Не, у Фаджа все хорошо по вейв менеджменту, у него пачка в его сторону развернулась, и слоу пушится как раз-таки к нему, поэтому он может отойти, особо ничего не потеряв. Все эти крипы до него дойдут. Блобер краба убил. Первый краб. Отсчет пошел. Палец загнули. На топе пока что такая, знаешь, битва на качалочке. Два супер босса качалки. Как, получается, в одном меме. Популярном в интернете. Ага. Так. Не. 150. Ну, этот мочоп... 150 чистого. Или 300? 150. А два раза по 150? Это 300. Понял. Так, находит здесь Ханаби Блобер. Это Ханаби находит Блобера, но хотел ли он его находить, тут вопрос к Ханаби, потому что сейчас уже пол хэпа нет, вард джамп, Удир флэшится, и Лисин здесь будет умирать. Это, как говорится, слишком далеко зашел в лес, а чем дальше в лес, тем злее Удиры. Ну, на самом деле, какое-то странное было действие сейчас от Ханаби, то есть он знает, что Удир находится в топ-сайде, у него разменивались скаттлами, при этом скаттл только упал, и он идет ставить вард, понимая, что Удир где-то рядом может быть. Супер рискованного сыграл. Он не очень рядом, он уже вплотную стоит к тебе, и просто с медведя залетает, бьет станд, ты от него никак не уходишь. И Блабер пока что правильно все делает, начальная игра прекрасная от этого молодого. Блабер продолжает, как Ривер, зачищать весь джангл, пылесосить его. В принципе, пока, конечно, супер равная игра, не считая вот этого одного убийства, и на линиях везде по крипам держатся ровно, ребята. Кстати, стоит отметить, что Синайн немножечко на боте... Я бы хотел сказать, просели, но как бы они все равно компэкнут, да, но учитывая, что это Коглулу, мне кажется, они должны в этом матчапе все-таки в ранней стадии небольшое преимущество получать, но Дога и Кайвин классы. Слушай, я тут не согласен, потому что им, в принципе, они могут забирать это преимущество, но зачем им рисковать, учитывая то, что Моргана была в ботсайде? То есть они могут, в принципе, подскейлиться, они аутскейлят ботлей на пассажир, поэтому их устраивает данная ситуация, и почему просто не стоять и фармить? То есть, ну, пока что ситуация хорошая для Cloud9 в целом, потому что тут на карте проблем нет. Просто вы берете Коглулу не для того, чтобы просто фармить, вы хотите давить линию, учитывая, что они отвечали на пик Кайса и Леоны, и, соответственно, они должны намного сильнее выходить вперед. Мейпл и Перкс у нас первые телепорты свои потратили. Тут Мейпл очень хорошо пробил Перкса, учитывая то, что телепорта нет. Сейчас стоять опасно на миде. Пока что Ривер себя не находит в этой игре, то есть он бегает, пытается на боте что-то сделать, очень сильно жмется ботлейн Cloud9, наказать их достаточно тяжело. Ему просто негде сейчас ничего найти, потому что на ботлейне особо ничего не сделать, учитывая, что пассажир в какой-то момент привозобрали. На мидлейне Виктор... Леса нет даже. ...играет, да, супераккуратно, поэтому пока у нас такая очень вязкая, тягучая и довольно скучная ранняя стадия игры. Но там, кстати, на дайв Блабер отправляется, учитывая, у Ханаби нету скачка, но сразу же смещается туда же и Мэйпл. Тут вопрос в том, что Ханаби может шестой сейчас апнуть, апает шестой, коронный прием идет сразу же, Лесин выпиновает у Дира, поэтому некоторое количество времени у него есть. Какой флэш от Фаджа, ты видел? Попал чистым уроном, убивает, если на чисто из-за этого. Мэйпл может попытаться подразыграть, однако сет с настаканным конкурором я бы не хотел этого делать. Лучше такого сета не трогать, он достаточно опасен. Но вообще у сета кнопок не было, у него довольно длинные кулдауны, то есть можно было попробовать разыграть здесь что-то. Учитывая, что у Ханаби есть телепорт, он мог бы, допустим, потом прилететь на пачку, и можно было кого-то подзакрыть. Но в итоге Блабер отлично разгоняет карту, подобузил Лесина. И Лесин, который начинает отставать на линии против сета, будет очень сильно страдать потом и в 1 на 1 матчапе. Да, и знаешь, это такое подспорье. Клауд Найн, конечно же, теряют Дракона для себя сейчас, однако у них на топе все хорошо, на миде тоже все прекрасно, и потенциально они могут забирать себе Герольда, который через 30 секунд у нас появится. Здесь коронный прием. Не испугали Синайн того, что Ханаби взял шестой. Я думаю, они хотели до того, как у него ультимейт появился, успеть его задавить, но в итоге просто слишком много контроля. Отличный скачок от Фладжи, чтобы прокнуть весь урон от его W. Поэтому Синайн пока без ошибочек. Как же Булабер фармит в этой игре? Посмотри, 60, как у Виктора, как у Кога. С таймером прекрасно вместе идут здесь. Вся топ-сайд четверка. Фантастическая четверка Клауд Найн. На самом деле, просто PSG сейчас на небольшом таймере оказываются. То есть они не хотят, чтобы early game уходил для них в минус. Они должны получать какое-то преимущество в ранней стадии, учитывая, что у них Лисин, Моргана и Леона в бутсайде. Против Кога Лулу, против Перкса на Викторе. Выходить в минус золоте. Супер рисковое занятие. Но хотя бы первого дракона они для себя получили. То есть в теории там можно будет оформить какой-то выход в соло ранний, если позволит Синайн. Ну пока что рано об этом говорить, потому что один дракон, даже два дракона вам не то чтобы гарантируют ранний соло, а вот за Герольда подраться они в принципе могут, потому что персонажи все еще сильные, персонажи все еще могут что-то делать без предметов, потому что без предметов, условно говоря, драфт PSG, он посильнее, чем у Cloud9. Хотя вот Удир, который 2-0, 1-0-1, точнее, он открывает много возможностей. Мы вчера видели одного Удира, который получает слишком большое преимущество в early game, как раз таки в игре Синайн против Madlines, где Ильёя был просто 5-0-1 за первые 8 минут, и там игра была максимально закончена к тому моменту. И в итоге Герольда начинает, кстати, PSG, потому что Кайвинг сюда первый смещается, но при этом у Синайн двойка идет, и PSG будут вынуждены отдавать этого Герольда. Теперь численное преимущество за американской командой. На рекол уходит Ривер. Нет, только канцеляется в рекол. Они еще не могут понять, хотят ли они контестить, либо будут отдавать. Так, по Перксу разыгровочка пошла. Игнает Байдинг, Морган, и Перкс здесь будет умирать, потому что никуда не уходит. Стоп-вотч не откатился. Кайвинг играет по Кейвингу, Кейвинг очень лоу умирает тоже, и Герольд ресетается просто-напросто, но приоритет на речке забирает PSG. Это то, о чем я говорил изначально. Без предметов, да, проиграли начало, но драфт все еще силен, и все еще можно в мидгейме разыгрывать. Хорошо, инициативно сейчас Кайвинг сыграл, то есть увидел Перкса в мисс позиции, сразу же моментально в него играет со скачка, Ривер это все поддерживает, телепорт нажимает сет, но контестить вряд ли, наверное, все-таки не пойдут от этого Герольда. Хотя мы видим, что Блайбер уже подходит, сет также смещается, Лулу снова рядом. Блайбер подходит, видит Мейпла, у Мейпла не будет ешечки, поэтому сет потенциально может фланкануть эту Акали, и, ну, как-то, знаешь, очень долго они заходят на это вот Герольд, Герольд уже забрали и расходятся просто-напросто. Все, наверное, долго не могли понять, что они хотят делать, потому что видно было, что кто-то пинговал сразу бэк, при этом Блайбер все еще пытался там потенцировать что-то найти, но в итоге, несмотря на то, что преимущество в топ-сайде было за Cloud9, отдают они этого Герольда. Хотя, если бы Звен, конечно, дошел до конца, они этого Герольда бы не отдали, но вы не хотите, чтобы этой керрию вас не фармил, потому что тогда бы Дога, по сути, компенсировала бы все то золото, которое получили бы с пластин в итоге с Герольдом Синайн. Не так страшно, но при этом смогут сейчас вот это вот отставание в тысячи золота в ближайшие пару минут компенсировать пассажире и вывести вперед либо среднюю линию, либо нижнюю линию, потому что через Лисина играть особо уже смысла нету. Там, в принципе, довольно все понятно, сет будет его продолжать прессинговать, и в лозовый матчап тратить ресурсы не очень хочется. Да, в целом сет по игре будет полезнее, чем Лисин, потому что такой Лисин, он не наберет никаких хилов уже, он будет, знаешь, это просто нога, которая должна вывыкнуть Когмао в вашу команду. Гравитационное поле, небольшой размен, на топе тоже у нас постоянные файты, но это такой матчап, Лисин пытается допушить линию, очень важно для Ханаби это сейчас сделать. Получается, да, получается, сет никак не зафризит, только лишь своим телом может потанчить. У нас у Дира уже перчатка появляется, перчатка плюс мерки, 20 секунд до дракона, Блабер сейчас очень силен, много ресурсов на него содеточено. Так, Мейпл играет по Перксу, здесь сейчас 60% КП Перкс, Перкс может умереть, если умирает, то дракона потенциально может терять, Акалида флешивается, убивает Перкса, но здесь Блабер готов отомстить за своего мидера, убивает, несмотря на то, что Ривер пытается помочь, и Ривер никак не может убить этого Удира, потому что закуп этого Удира, как ты старки отмечал, очень дорогой. Так, ну, лучший мидер МСА погибает 1 на 1 от Мейпла, ну, Мейпл все прям супер четко нажал, отлично попал всеми кнопками, благо Блабер хотя бы рядом оказался, еще при этом и задоджил биндинг от Морганы. The game has been paused. Сегодня у нас прям активно пауза ставится. Рука дрогнула у Перкса, видимо, или мышка, что-то случилось, смотрим, где рефери, а, наоборот, у Пассажетал, вроде он там, что-то случилось, судя по всему. Ну, а надеюсь, что это не надолго. Мне нравится, как в первые дни, когда включалась пауза, там люди с камерами сразу начинали убегать, в кадре это видно было, а сейчас уже, знаешь, они уже так преисполнились, и просто камерамен такой вальяжной походочкой выходит из кадра, никуда не торопится. Так, ну, там судья вроде показывает, что все окей, и это значит, что проблема небольшая. Скорее всего, что-то с клиентом, мне кажется. Ну, это ты чисто тыкаешь пальцем в небо, а там Cloud9. Да нет. Ну, в смысле, в небе-то облака есть? А-а-а. Ну, это FiveHead было. Знаешь, над Москвой достаточно много клоудов летает в последнее время. Погода сегодня, конечно, супер странная. Жарко, но при этом гроза. И ветер. Влажно, но жарко. И ты идешь такой, помогите, я в сауне как будто, но при этом ты на улице. Это даже не сауна, это уже прям хамам какой-то. С такой влажностью. Это настоящая турецкая банька, я бы сказал. В итоге, странная игра, супер равная. Команды периодически подынчивают с двух сторон. Но пока что все-таки пассажиры интят больше. Знаешь, такая печка инта, в которую угли кидают две команды, кто больше закинет, тот и поедет в аэропорт. Получается, самолет заправляют топливом. Нет, ты как главный фанат Cloud9. Как тебе вот эта игра, наконец-то, этого коллектива? Чувствуешь ли ты, что ребята все-таки... Насколько они приближаются к аэропорту за этот орилигейм? Вот знаешь, смотри, если до этого казалось, что это команда 4 и перкс, то теперь это блаберы 4. Причем, когда это блаберы 4, у них получается лучше, чем когда это перкс 4. Причем так ощущается, что это скорее блабер и 3, и еще и перкс, который пока прям... Работает на пассажир. Да, подтролливает эту игру. То есть... Хочет в аэропорт. Первый момент, когда на Герольде его закетчили, он миспозицию сильную словил. То есть пошел просто... Если бы он взял бы сейфуэй, аккуратно бы обходил, они бы скорее всего смогли за контеститов Герольда, у них было бы все хорошо, учитывая, насколько сильный впереди был блабер, потом просто на миде Мейпл его уничтожает. Вот я согласен с тобой насчет Герольда, но это не такая большая ошибка. Все-таки там в него много ресурсов отдали. Там и Моргана флешнула, байдинг дала инстантно. И эту смерть можно понять. У него просто не было окна, чтобы отфлешить это как-то. Потому что Викторы на этом турнире иногда бывают... с флешом опаздывают немножечко. А вторая смерть была абсолютно страшная и странная при этом. То есть он просто зашел в окале в лицо. Мейпл такой, знаешь, стоит ошарашенный, что ты делаешь? Ну ладно, хорошо, поехали в аэропорт. Ну у него был скачок, там видно было, что блабер двигался по карте к Перксу в тот момент. Но не успел. Вот тот самый реплей, кстати. Вот смотри, Перкс идет, заходит просто лицом в окале, Мейпл прыгает. Хорошо, поехали. Ну он попал прям всем кнопками, выбил скачок и просто со скачка своего доел. Здесь очень красиво блабер потом задоджил бинзинг. Судя по тому, что реплей у нас прерывается, возможно, скоро пойдет. Да там просто плей закончился, поэтому блабер, что знаешь, на тигре резал с когтями. Было интересно посмотреть. У Дир Механикс это 200 лет. Тоже. Я рад на самом деле, что Фаджу наконец-то дали какое-то... У меня Фадж просто... Наконец-то дали у Дира. Нет, просто такое чувство, как будто Фадж комфортнее себя чувствует на каких-то AD брузерах. То есть, если мы вспоминаем этот турнир, то я вспоминаю только игру на Лисине от него прям была, которая добротная. Остальные игры у него были не самые лучшие. И на Карме, на этих всяких пиках Фадж не особо работает. Как и на Мальфитах, как и на Гангпланках, где его уничтожали. Но вот что-то типа файтера, то есть Лисин, Сет, это в принципе его комфорт. И пока он себя хорошо находит на карте, находит хорошие ультимейты. Когда на Герольде тоже драка была, они ее, по сути, разменялись за счет того, что он был первый, из-за того, что у него есть приоритет на Лисина. Там, знаешь, еще вот эти смещения на левел 2, когда он ставит вард, дает информацию о вражеском леснике для своей команды, тоже достаточно много делает. И, ну, стоит отметить, почему я говорю, что Удира дали наконец-таки, потому что с Удиром у тебя все-таки руки больше развязаны. Этот чемпион поначалу дает вам больше прессоров на карту все-таки, чем это делает Моргана, потому что Моргана это все-таки проподскейлиться. Заиграли? По-моему, они активно начали кликать. У меня есть подозрение, что мы возвращаемся в игру. Unpaused. И давай проведем краткое ревью. Забирается у нас дракон, начинается дракон. И пока что 1000 голды преимущества Cloud9. Ну, Перкс был мертвый, он только сейчас телепорт нажал на среднюю линию танк-репы, поэтому второй дракон в пользу PSG отходит. И вот это уже неплохой звоночек, учитывая, что у нас будет инфернальная душа. Это супер приятно будет для PSG, учитывая, что у них есть Лисин, учитывая, что у них есть Акали. Эти персонажи все отлично получают бонус от этой души. Ну, слушай, Артем, я бы не сказал, что Cloud9 бонусов получает мало от души дракона. Там тоже Перкс, который... Ну, да, они ближе к этому, я согласен с тобой. И два дракона это такая отправная точка. Если получится третьего дракона законтестить, то можно констатировать факт, что PSG, скорее всего, этот гейм взяли в свои руки. Если Cloud9 забирают третьего дракона, то нас ждет долгий матч с возможными переворотами. У Мейпла, кстати, уже ракетный перетремень появился. Второй мифик на карте. А, там, кстати, еще и Костолом у Фаджа. Фадж сейчас должен прям очень сильно давить в верхнюю линию, потому что у Ханаби еще до его мифика супер далеко, учитывая, что он еще и пошел в бронированные сапоги, он еще сильнее откладывает появление своего мифика, но при этом без этих сапог, конечно, сет и вместе с... так, и тут как бы Леона не загуляла, потому что видел Блабер, что флеш она сдала, но здесь Мейпл каверит, Ривер тоже на мюблейне. Герольда будут ставить на среднем линии? Да, пластины заканчиваются, нужно сейчас ставить, если они хотят выпустить на пластины, но другой вопрос в том, что Перкс не дает сейчас, этого сделать, постоянно сбивает Герольда, когда ты урон получаешь, призвать Герольда бездна ты не можешь. Успеет ли Синайн съесть этого Герольда до того, как ударит по бюджету? Не, не успеет, не успеет, там Блабер подконтролили, ударяться он здесь будет. Получил, плюс 160 сюда. И тут другой вопрос в том, что можно было бы выпустить Герольда после того, как пластины упадут, так, подожди об этом, потом полулушечки играть, ну, Лулуфка, почему ты осталась одна, когда твой Адекерри бэкнулся? Ривер тоже на боте, здесь как бы Звен не отъехал у нас. Вообще, Ривер со скачка может попробовать не стали рисковать, в итоге пластины закончились, но при этом торрот может сейчас доесть на нижней линии Дога, потому что после того, как пластины заканчиваются, да, это первая кровь в вышке будет супер быстро. Первая кровь для Дога, 450 сюда. Мейпл опять играет А Перкс играет с Мейплом здесь сейчас, и пока что очень агрессивно, знаешь, противостояние Перкс ходит по очень тонкому льду. Не попал Ешкой Мейпл, поэтому не смог до конца заулынить Перкса. Если бы попадал, то, скорее всего, тайваньский мидлейнер бы его убивал. Фадж. Два лавла дифференс на топ-сайде. Фадж. Выглядит прекрасно. На один в итоге. Ханаби доел эту пачку. Ну да. В принципе, все равно неприятно для пассажир. Там 1000 голды преимущество у сета. Это как раз таки вот этот самый мифик. 800 при этом надо керри, то есть все-таки пассажиры смогли какое-то преимущество на этой линии получить. Для них это было критично, потому что выходить в равенстве или в отставании от Кога Лулу всегда супер неприятно. Там еще и драконов двоих забрали, то есть прекрасное исполнение на нижней части карты. Сейчас нужно это преимущество просто захолдить, подождать следующего дракона, забрать, вижен грамотно отыграть и не дать лишний килл Виктору либо Когу, потому что эти два персонажа это ключевые моменты для вин-кондишн. Мейпл и Фаджа играют, Фаджа скачок есть. И здесь Фадж будет ультить по Риверу, Ривер дофлешивает за ним сразу же, ультой попадает, байдингом тоже, Фадж очень лоу, но сейчас как бы не подстрелять самим, потому что такой сет не против, чтобы подраться, и Ривера сразу же он забирает, босс качалки неудержим, будет давать вешку, вешечка в КД не успевает откатиться, и здесь пассажи убивают сетон, но умирает при этом Ривер. И на то пас, что творит в этой игре на самом деле в итоге разменивается один в два в ситуации, когда, ну точнее, в ситуации один в два разменивается. Австралиец, хоть какой-то австралиец возможно одержит первую победу, потому что Пентонет у нас 0-3, Стинайн у нас 0-3. И действительно очень грустная ситуация для Силлайн, если посмотреть на их счет, 0-3, это не то, чего ожидали от коллектива их болельщик и в принципе многие аналитики. Но у Силлайн у нас пока все-таки они сыграли с тремя сильнейшими коллективами, то есть у них были уже игры с Дамвон, игра с РНГ, игра с Меглайнс, остается как раз-таки ПСЖ и Пентонет, то есть 2-3 закончить уже звучит не так плохо, как может быть. Смотри, там Лулушка Максит вторым пушечку. Мэйпл находит Звена. А Звен здесь умирать будет, его это никак не спасало против Фокалия, не уйдешь. Где-то сейчас сидит Файк, покачивает своей тростью и кричит, что не нужно бэкаться в рандомных местах. Вот здесь Звен погибает, но хотя бы две самонерки свои не потратил Фадж. По Перксу пытается поработать Кевинг, но его сразу же Перкс в гравитационное поле сажает, но что Кевинг отвечает свой льдой. По Ханаби играет Фадж, в Ханаби бежит к своей команде, его команда бежит к нему. Геральт сразу же призывается на мидлейне и 7 секунд до дракона будут контестить Клауд Найн его и скорее всего забирать, потому что нечем драться, приоритета на миде нет, мидтавр не упадет, но звоночек на то, чтобы забрать его для Клуд Найн есть. Проблема у ПСЖ, что все ультимейты сейчас практически в кулдаун. То есть три ультимейта у Дога сейчас накатываются, давно у Кайвинга, у Мейпла пока нету их ключевых способностей, и они не особо боевые. При этом и самонерок нет у Кайвинга, чтобы с Лоша какую-то инициацию найти, как и у Ривера. А Клауд Найн полностью заряженный, все есть, все самонерки есть, поэтому идут пассажири сейчас просто размениваться, забирают вражеский джангл в топсайде, забирают, скорее всего, и один тур. Котам не дают, там забирают джангл, Фадж один в поле воин, в отличие от Ривера, который, если сейчас Фадж подойдет, может и умереть здесь. Ну хотя бы Громпас воровали. Громпы-то, кстати, не то чтобы хотя бы, там опыта достаточное количество. Я думаю, Риверер доволен. Блабер за Краба. Медведь. Не отпускает. Блабер и Скоттл Краба на ими Морр и Коник Ду. Но пока в этой игре он с ними дружит. Пока что Ду работает хорошо, синергия есть. И в этой игре, знаешь, синергии нет пока что у Перкса, который все еще не может понять, что не нужно фейсчекать Акали и подходить к нему пор. То есть это очень странные такие действия. Перкс, такое ощущение, что он все еще мысленно играет на Йону. Не, на самом деле 3-1 Акали это сейчас очень страшно. На сайд-линии она будет убивать и Виктора, и скрейсего сета. И при этом Акали основное оружие, что убивать Когмава в тимфайтах. А знаешь, еще до тимфайтов вот тебя перебью, когда на топе у нас был вот этот момент достаточно яркий, показал Мэйпл, как можно с Когмава разделаться, если он бэкается просто в том месте, где он не должен находиться. И даже с качалка его не спасает в этой ситуации. Ну, сейчас все-таки больше о тимфайтах будет в мидгейме у нас. То есть, следующий дракон, я думаю, там будет следующая драка. Хотя, сейчас появляется у нас Герольд на карте, которого в теории могут подконтестить, попробовать команды, но драться за второго Герольда это, конечно, супер рискованное занятие. Да, мне кажется, пассажа вообще не стоит туда идти, потому что Cloud9 выглядит очень сильными. Если мы отмечаем то, что Акали может ваншотать Кога, да, она может это делать в вакууме, но там есть ульта Лулу, есть Фаджа, Винсент. Это хорошее подспорье. В принципе, против Акали, против Маргали, учитывая, насколько сильно отстает сейчас Лисин. Мерки есть и у Фаджа, и у Блабера, и у Перкса, есть Винсент, есть Лалуха, которая может помочь у Синайн. В принципе, именно по итомизации в этой игре все выглядит супер приятно. Минфики первые появились всех, кроме Кога. Интересно, во что Ког пойдет здесь, кстати, в этой игре, потому что Кракен ему здесь особо, мне кажется, не нужен, то есть может пойти и в Арбалет. Да. Ну, Арбалет выглядит прям. Знаешь, если Ког собирает Арбалет здесь, он действительно будет очень затанкованным, учитывая щиты от Лулу, учитывая то, что его будет дефать Фадж, то есть Акали, в принципе, может убивать вообще кому угодно. Ну, очень такой самонадеянный. На Шор, потому что знает об этом Клод Найн, заходит на Шор, нужно бежать, потому что Блабер готов вас чейзить и вы рискуете отсюда не уйти живыми. То есть это с противостояния не закончится хорошо. Лулу в позиции, Ког тоже. Удир. Так, Блабер по Леоне играет сразу же красный смайт, жмет слишком далеко, заходит ульта Лулушки, спасается ли Блабер? Нет, Акали слишком много дамажит, кик офигенный и продолжается тимфайт. Фадж все еще в строю, Фадж все еще пытается, сяшечка по двоим, но куда же ты даешь? А, ты даешь по Моргане, неплохо сыграно, однако можно было и по кайсе дать, потом уже убить Моргану и было бы все намного лучше. То есть там ситуация, вот реплей нам покажут, Артем вот увидишь все сам, я вот это не понял немножко. Куда же ты по Моргане? Ну там кайса была, кайса по кайсе можно было. Там кик от Ханаби был инсейн, то есть как раз таки... Нога. Нога? Нога. Кик, нога. Разработает ногой в этой игре. Понял. Ханаби и Мейпл этот тимфайт по сути вдвоем выиграли, смогли вдвоем добраться до Перкса. Перкса ваншотнула даже несмотря на то, что у него был скачок. Слишком много урона залетело моментально в него и никакая лалуха здесь пока не поможет. Смотрим реплей этой драки. Блабер начинает играть по кайвингу. Очень много урона сразу же получает, потому что команда особо пока не в позиции. Ну и какой шикарный кик. Просто сразу же ваншотается. И проблема в том, что у пассажа, если какой-то... Смотри, почему бы не дать в кайсу? То есть убил бы кайсу, был бы лучше. А у кайси как минимум еще скачок был. А она была застанена там. То есть он ешкой стянул, можно было успеть. Хотя, ну, на тоненького. Тренерский штаб. О, можно и порадоваться. Клоунайм. Можно и погрустить. Они на самом деле сейчас не на игру смотрят, а на сайте по поиску дешевых обилетов, как сказать. Я думаю, что не дешевых даже. Просто билеты. 3830 урона нанес догов в темпфайке. Несмотря на то, что Звен, кстати, очень много настрелял. Мне кажется, мне такое чувство, что Звен просто больше всего демэджа здесь нанес просто своей пассивкой, когда взорвался там в четверых, в пятерых. И на самом деле он особо там не настрелял. Там основная проблема была в том, что по Блаберу ультимейт Лула пошел, и Блабера все равно ваншотнули. И Кукмау остался без защиты. Блабер слишком самонадеянно сыграл. Причем он начал играть в Лио. Ханнаби находит в фланг. Мы увидим его, и Синейн отступают. Здесь 15 секунд, это будет саллпоинт для ПСЖ. Я не думаю, что Синейн могут сейчас это контестить. У Дога появился призрачный танцор и кушак сверху. То есть, если до него доберется либо Блабер, либо Фадж, Дога сразу сможет снять с себя контроль. Плюс, есть опция, где Вулкан нажимает в него полиморф, когда Дога пытается в бэклайн залететь. То есть, этот предмет очень сильно поможет Дога именно в тимфайтах. Третий дракон. Два предмета есть уже и у Морганы, и у Мэйпла. Супер комфортно себя сейчас чувствует ПСЖ. 3000 преимущества, 3 дракона. Так, слушай, Артем, даже Лисин не выглядит как слабый персонаж. То есть, такой Лисин на сайде в принципе сетом может драться уже даже по уровню впереди. Лисин, несмотря на отставание, то есть, у него были проблемы на сайт-линии. Но, если он в тимфайте находит хороший кик, плюс он здесь залетел так, что Синай там стояли все сгрупплены, у него Е и потрошитель нажал, и там очень много урона просто за эту комбу нанес. Доза подставляется, черный щит спасает и продолжается пуш. Канагар работает ПТ-2. Его никто не дефает. Возможно, здесь, кстати, рискованно начинает так заходить в Кайминга с Мэйплом. Так, а здесь идет у нас сразу же Шурелия и просто бегут обратно. Ну так, припугнули немножечко, но при этом ты-2 все равно уже упал на средней линии. Фадж, кстати, уже сильно пробит там. С ходами может, мне кажется, даже попробовать по нему разыграть. Красный баф Дога отходит, начинает немножечко пассажир забирать вражеский джангл. То есть, когда вы облачаете на Шора, так Блайбер по Ханабе хочет сыграть, на Бейсс Хачок, есть Добавил. Ханабе будешь не уходить, есть хороший ультимейт Лисина в целом, который позволяет тебе избегательных ситуаций. Реконился Мейпл за секундомером, который может очень много времени ему выиграть в тимфайте. Пока, конечно, у Синайн печальная ситуация. Обратите внимание на закуп Моргана. То есть, не пошел Ривер у нас в Жоню, а купил вторую маску. 2000 преимущества на Декере у Дога. Это ключевое преимущество, потому что, даже несмотря на то, что Блайбер вышел вперед немножечко в ранней стадии игры, как и Фадж, сейчас они уже отстают по золоту, а основные ресурсы как раз-таки и Клауд Найн лежат именно в этих двух персонажах. То есть, то, что отстает Когмау так сильно от Дога, это огромная проблема и пока особо непонятно, как Синайн могут камбэкаться в эту игру, потому что ПСЖ все-таки очень сноубольный. Стапы, если они получают вот такое преимущество, они могут просто потом дайвить, учитывая, если они ладят какой-то контроль, то есть, если Каминг попадает ультимейтом, если Бинт прилетает от Ривера, сразу же туда может прилететь и Дога, колоссального урона ПСЖ в этом драфте. Пока что есть возможность отыграть от Перкса до 0-3, но ключевые предметы появляются. Есть уже Серафин, есть Эхолюдена. Потенциально от Акали он сильно не отстает, там 400 золота в принципе было. И такой Виктор сможет ваншотить, нужно немножечко еще подскелить. Стопфотч покупает, в тимфайте его не так легко будет зафокусить. Так, Дога у нас налоги будет собирать, сборщик долгов у него появился. И, знаешь, не стоит списывать Кога со щитов, потому что под Лулу это все еще страшное оружие, которому если дать время в тимфайте, он может вас и убить всех. Так, зелен, пошел. Вот, царь пошел, Когмау, если бы тут не подстанели вы, не знаю, чем бы это закончилось для ПСЖ. Скорее всего, ушли бы под вышки. Но опасно, опасно. Я думаю, до Мифика нужно все еще ждать по Уднайт. Будет ли он за минуту? Две минуты есть, две минуты есть, пока что потом нужно идти, солдпоинт отдавать не хочется. Я думаю, Кайси с уроном, который у Моргана и Кайси по Нашору. У них не две минуты, а минута, потому что все-таки Нашора может просто ПСЖ стартить и пытаться искать какую-то драку, особенно если у Звена до сих пор не будет мифика. Звена опять пытается агрессивно выходить на средней линии. Хотя бы Т1 бы, на самом деле. Да, есть сейчас Си-9. Получить немножечко больше контроля, но не могут они этого делать. А вот это та самая Т1, казалось бы, мало ХП, но пока она стоит, приоритет на мете захватывать тяжело, даже несмотря на то, что Звен очень сильный. Есть ловушка, есть возможности какие-то, но появление Барона плюс вот эта вышка дает, знаешь, давление на карту очень нереально со стороны ПСЖ. 5500 давят с сайд-линии очень сильно ПСЖ сейчас. Против Акали никто ничего сейчас сделать на сайде не может. При этом у Лесина уже огромное количество Magic Resist появилось, то есть, в принципе, он может неплохо переживать урон Виктора, да и у Кога ПСЖ большая доля Межакроны есть. Видели, что ресетнули? Нет, не решается, Желиколицу. Вон, еще 10 секунд у него, там какие-то, возможно, предметы. Варды обновить нужно, Кайвингу, скорее всего, на всякий случай, перед Нашором, это будет приятно всегда. При этом, все равно заберут, скорее всего, не приоритет, неважно, даже если немножко опоздают, учитывая, какое преимущество у них есть, Ханаби краба забирает. Смотри, 3 стоп-фоча есть у команды ПСЖ, есть стоп-фоч Морганы, Акали, и потенциальные Леонов в тимфайт очень хороший, то есть сейчас такой пик силы. И не будет мифика у Звена, то есть Звен без трех слотов на втором на Шоре на 28 минуте. Так, Фадж находит Ханаби или Ханаби находит Фаджа, вот это большой вопрос. Сет ультует по Догу, Дога очень лоу-хп, есть все еще бэшка, Кевинг подставляется, ну вот тот самый стоп-фоч, стоп-фоч немножечко помогает, Мейпл уже здесь, и нужно отступать, а если вы отступаете, то потенциально бароном рискуете, можно разменять на дракона, но не решаются, сейчас посажаете на оборона, получает для себя Сол, хотят забрать. У Фаджа телепорт есть, Мейпл 16 уровень, кстати, взял на Сайде, он еще что-то докупил, потому что он через базу летел на телепорт. Они очень быстро будут забирать, сейчас нужно клауд-найн заходить на речку, но это очень опасно, вижены толком нет, тимфайт инициировать будет очень-очень тяжело. Так, 3600, Ханаби выпрыгивает за стену, Моргана в позиции, Блабер, кто? Блабер забирает дракона для себя, это не Сол, но здесь начинается тимфайт, как бы не подстрелять, хороший флэш от Звена, сейчас идет, Дога влетает по Звену, Звен лоу хп, умирает Звен, будет дамажить пассивкой, Перк стоит в жоне, Вулкан лоу хп, Вулкан тоже убивает, хороший тимфайт для ПСЖ, и Клауд-найн пока что разваливаются. Да зато душу не дали, правда тимфайт проиграли в Солах. Так, здесь Фадж, Фадж, но это уже не тот Фадж, который был 5 минут назад. ПСЖ, 4 человека погибло, 20 секунд до Когмао, это тайминг, который Удир не удержит, там Ханаби опять отличный кик нашел в Звена, Звен из-за этого потратил свой качок. А может быть Блабер сейчас будет? Нет, Блабер здесь что-то сделает? Ну, будет Флексус. Сюда подсмайдер. Если у него получится пачку забрать, как? Так, пачечка, пачечка, нет, тут знаешь, Блабер сам как большой крип уже на этой минуте, поэтому забрать его для посажения заставляет большого труда, и сейчас Клауд-найн 0-4 потенциально, но здесь Звен, подожди, решается, будет домашний подог, догол, ОХП, Звен сотворительный чудо, ульта Лулу наконец-то в Кога идет, Ког в пассивке, Ривера убить, Ривера убить, надо убить, Перк здесь, и Клауд-найн все еще не едут в аэропорт пока что, ультует Перк, гравитационное поле не ставится, и умирает, но была попытка неплохая, я даже поверил на секунду в Клауд-найн, но Нексус забирается, ПСЖ с победой, красавчики выиграют эту игру, достаточно такая плотная, наказывают Кога и Луна. Северная Америка пока терпит, Слушай, Перкс улыбается, и маска порвалась у него, кстати, по телу. Северная Америка пока, конечно, немного расстраивает своих поклонников, много мемов будет теперь, еще больше, точнее, в Твиттере, но уже не про крабов, про Нира и Репорт, про ноль побед до сих пор у астралийцев, как и у Фаджи, так и у Пентанет Джи-Джи, ноль четыре это не то, на что Клауд Найн рассчитывали, учитывая их последний день в группе, то есть при этом чего-то не хватает все-таки, то есть игра против Фаджи заканчивается бейс-рейсом, здесь начало было неплохое, один тимфайт, на этом они разваливаются. Вот смотри, я до сих пор на эмоциях, ты говорил изначально, зачем вы экспериментируете, то есть поначалу драфт шел хорошо, появляется Коклулу. Нет, драфт хороший был у Клауд Найн. Ну драфт хороший, но не для них, то есть мы не видели от них Кога и Лулу, все-таки привыкли к более стандартным пикам на боте, и это был первый Коклулу от Клауд Найн, стоило ли так рисковать в такой важной карте? Я на самом деле даже не думаю, что какая-то большая проблема была именно в том, что они пикали Коклулу, просто то, что ПСЖ получили преимущество в ботсайде, когда задавили тогда Лулуху, после этого Дога получил вышку, он получил пластины, и это как раз-таки стало вот этим отправным пунктом для ПСЖ в камбычную по золоту. Ну очень грустно вот эти вот, когда Перкс подставляется, когда его убивает Акали один на один, отдаёт лишнее золото. Казалось бы, у Фаджа всё хорошо сейчас, всё хорошо в принципе, и у Дир просто монстром был, и всё равно проиграли игру. То есть драконов отдали, слишком много. Не знаю, Перкс пока... В этой игре? Меня разочаровывает. В этой игре или вообще в целом? Вообще в целом. Ну смотри, турнир у Перкса прям супер нестабильный. Он начал турнир очень плохо, потом был день, где у него был Йон и Люцан, у него он себя показал отлично, хороший перформанс, чуть ли не в соло выигрывал игры для своей команды. Начинается следующая стадия, где Перкс абсолютно никакой, пик Киндред не работает, умирает один на один от Гуманоида, умирает один на один от Мейпла, на сегодня же, когда они играли против РНЖ или там вон? РНЖ. Против РНЖ, когда они играли, тоже Перкс там подставлялся, вот эти вот его телепорты на сайд-линиях и так далее, где его ловили. А по СЖ в свою очередь просто взяли драфт, который в тимфайтах очень сильно контрит драфт Синайн, они находят сингл-таргет, находят Кога, Звен позиционку, периодически очень сильно терял, Ханаби всегда мог его кикнуть, и по сути два тимфайта, два кика Ханаби выигрывают игру ПСЖ. Я, если честно, не заметил в этой игре именно связку Кога-Лулу, потому что я видел, что есть Лулу и Ког, они как будто бы работали по отдельности, постоянно ульты в Блабера, постоянно Когмау не получает бонус на атак спид, и Лисин в него играет, выпинывается постоянно Ког, Лулуха этому никак не мешает, просто стоит АФК, и ее потом Кайса догрызает. Блабер должен был, вот Блабер получает это преимущество, как делают РНЖ. Когда они играли против тех же Unicorns of Love, мы это видели, они очень хорошо это делали, они получают преимущество в топ-сайде, после этого сразу золото, которое есть там, они отправляют в бот-сайд, они отправляют туда все давление, то есть чтобы страдали все линии соперника. Здесь Блабер получает первое убийство, получает небольшой разгон, ты дальше хочешь играть вокруг линии Ког-Лулу, вы хотите забирать драконов с этой линии, Блабер не играет в бот-сайд, в итоге Лулу погибает, падает вышка, после этого Ког особо не может фармить, потом еще Звен поставляется на сайд-линии в Требуше, Maple 1-килл, Maple 2-килл, Maple 3-килл, Акали разгоняется, и в принципе все. И даже крабы уже не важны для вас, и дорогие друзья, мы на этом переходим на паузу, вернемся в следующей игре, напоминаю вам, что наш партнер это стриминговый сервис Spotify, где вы можете послушать свои любимые треки, мои любимые треки Старки, и любимые треки всех игроков, которые играют на MSI, подборочки есть, наслаждайтесь. Классные рекомендации? Это когда каждый новый трек становится любимым. Попробуй в Spotify.